В администрации района прошло очередное совещание по теме обеспечения исполнения гражданами воинской обязанности в ходе призыва на военную службу осенью 2016 года, а также организация исполнения указаний Генерального штаба по вопросу определения реального количества мобилизационных и транспортных ресурсов. В работе совещания принимали участие глава района Заур Хамирсов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, прокурор Кашхабского района Евгений Зиновчик, начальник отдела военного комиссариата по Киевинскому и Кашхабскому районам Сергей Праздников, глава сельских поселений, учетные работники. Открыл совещание военкома района, который проанализировал результаты призыва осень 2016. Анализ результатов призыва осень 2016 года свидетельствует о том, что задания по отправке войска граждан, проживающих в Кашхабском районе, мы выполняем на 100%. В то же время есть определенные проблемы с достаточно большим количеством граждан, уклоняющихся от призыва. Совместно с органами внутренних дел, с администрацией сельских поселений, с начала призыва, то есть с 1 октября, установлено местонахождение и обеспечена явка 52 человек. Из них силами отдела ДВД 9 человек, совместными усилиями 10. и силами отдела ВКРА совместно с администрацией сельских поселений 29 человек. Большое количество проведена работа, но тем не менее, по состоянию на 24 ноября, количество граждан остается достаточно высоким. Категория, которая выполняется либо от явки на заседание Комиссии, либо от оповещения. Было отмечено, что по состоянию на 24 ноября 2016 года, количество граждан, не явившихся на заседание призывной комиссии, составило 17 человек. Количество граждан, которым не удалось установленным порядком вручить повестки о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, составило 34. Сергей Праздников отметил оперативную работу должностных лиц Ходзенского и Дмитриевского сельских поселений. Также отмечается активная работа, проведенная администрацией Кашхабского сельского поселения под руководством Хазерета Бурсова. В администрации поселения была проведена рабочая встреча с участием представителей Совета старейшин между муниципального отдела МВД России Кашхабльским, родителей призывников, уклоняющихся от вызова на призывную комиссию. Подобная встреча была проведена и в Бличепсинском сельском поселении. Результат налицо. Значительно снизилось количество уклоняющихся граждан, добавил военком. О важности обсуждаемого вопроса подчеркнул и прокурор района Евгений Зиновчик. Давайте, естественно, эта работа, я думаю, что все понимают, она достаточно важна. Значит, я так думаю, что вот это взаимодействие, которое оно сейчас имеется, и о котором достаточно положительно оказался военком, вот его нужно наращивать и развивать по всем направлениям. Те лица, которые уклоняются от военной службы и от явки военкомат, это, скажем так, потенциальные преступники, потому что есть у нас уголовная ответственность за уклонение прохождения военной службы, для того, чтобы как бы ни у них потом в последствии проблем не было, ни для того, чтобы нам не повышать уровень преступности в районе за счет таких вот преступлений. Я думаю, с ними вот необходимую профилактическую работу и с их родителями нужно производить. И именно родителям разъяснять, поскольку тут лица, наверное, в большинстве своем 18-летней, которые должны призываться в армию и которые тем или иным причином не являются, они, может быть, что-то не до конца понимают. Вот именно разъяснительную работу нужно вести с родителями. Тем более сейчас служат год, да? Год. Год служат. Но опять же, есть различные, скажем так, льготы, например, вот как было озвучено, то, что возможно проходить практически по месту жительства, если состоит там в браке и так далее и тому подобное. Вот нужно доводить до родителей о том, что служба в армии, это не нечто такое там ужасное, что отрвет там ребенка там от семьи на целый год там. Это необходимая обязанность, которую необходимо выполнить, только когда человек достигает совершеннолетия, и в этом ничего не страшного нет, что он год прослужит, тем более, как возможно, даже практически и рядом с домом. Пользуясь случаем, прокурор обратился к гражданам, уклоняющимся от армии. «Наслужите этот год, дальше строите свою жизнь, как это полагается, ищите себе работу, поступайте на государственные муниципальные должности, развивайтесь, стремитесь к чему-то хорошему». Главам поселения обратился первый заместитель главы района Руслан Немыков. «Если результат дает именно такое тесное взаимодействие, ничто не мешает главам сельских поселений, может быть, на личном уровне, все знают участкового, все знают учетных работников своих, обнажать проблемы, распределять полномочия, так как они установлены, и решать их. Всегда знаете, что при любом обращении никогда администрация района вам не отказывает. Хочу еще раз признать, что если Грючевсин таким образом наладил свою работу, я надеюсь, она будет продолжаться точно так, то и всем остальным это сделать стоит. Ну и плюс обмен опытом. Есть поселения, у которых эта работа наважена намного лучше, поэтому рабочая встреча, рабочее совмещание, телефонный звонок, я думаю, взаимодействие между вами самими тоже будет иметь определенный результат». В завершении встречи глава района Заур Хамирзов сказал, что только общими усилиями и благодаря активному взаимодействию между всеми структурами итоги призыва будут положительными.